Терраса загородного дома и лестница к ней. Об этом поговорим сегодня. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр. Я приветствую вас на проекте «Строи живее». Мы закончили внешнюю отделку дома из клееного бруса и закончили этапом монтажа чистового покрытия уже лестницы, которая ведет на террасу, самой лестницы. Выполнили это из ДПК – древесно-полимерный композит. В прошлом году мы выполняли такие же работы на парадном крыльце, при том, что там материал был несколько дороже, чем тот, который здесь. Два разных производителя, два разных качества, две разных цены. Здесь несколько дешевле, но лично мне и заказчикам этот материал больше понравился даже. Поэтому можете к нему приглядеться, присмотреться и чем понравился. Тот, который на парадном крыльце, он выглядит изумительно идеально только после того, как его помыли. Как только он высыхает, выглядит не очень. Почему? Потому что пыль, какой-то вот такой серый цвет, который, как бы это сказать-то, как будто бы грязная. На самом деле она чистая, можно хоть с мылом ее помыть, но она все время выглядит как будто бы грязная. Она выглядит так всегда, пока она не мокрая. Здесь специально вам поймали тот момент, когда она еще частично мокрая, частично уже высохла. Так вот здесь в сухом виде она не выглядит как грязная. Не знаю, как это будет на камеру. Мало того, когда она грязная, она не выглядит как грязная, потому что у нее какой-то странный серый цвет. Здесь вообще весь этот дом, это 50 оттенков серого. Можно было этот фильм точно здесь снимать. Все здесь серое, даже кошка. Так вот, здесь у этого серого цвета есть какой-то тон коричневого. И грязь на этой лестнице практически не видна. Но речь не о грязи. Сегодня речь о лестнице и террасе. Во-первых, терраса, она Г-образная. Она огибает один из углов дома, придает архитектуре этого дома некий интерес. Ширина в этой части полтора метра, в этой части три метра. Кстати, вот и кошка. Вот и заказчик. Вот так. Вот так. Ей очень нравится эта терраса. Так, три ступени к террасе. Вот таким вот углом. И с той стороны угол завершен, а не просто обрубок. И с этой стороны позже подойдем, покажем. Каркас. Если ту лестницу мы делали на деревянном каркасе и поняли кое-какие свои ошибки на этом вопросе, то здесь мы сделали не на металлическом. Металлический это вообще космос по деньгам. Здесь сделали каркас на фанере. Фанера финского производства, она абсолютно, по заявлениям производителя, не боится влаги. Я, кстати, совсем недавно был на рыбалке и увидел такую же фанеру, которую использовали при изготовлении лодки. Ну, рыбаки, наверное, меня поймут. Я не рыбак, но я вот увидел, прям сразу понял, что это та же самая фанера. Значит, фанера вообще не боится лодки, хотел сказать, воды. Поэтому эту террасу можно мыть спокойно. Вот сейчас ее помыли. Вода сквозь щели между досками пролилась, и все нормально. К чему я про эту фанеру? К тому, что конструктор для изготовления каркаса этой лестницы может собрать абсолютно любой взрослый мальчик. Любой мужчина, у которого есть руки, небольшой инструмент типа шуруповерт, и может быть какой-то помощник, потому что иногда где-то что-то нужно поддержать. Собирается как конструктор в детстве. Просто чуть-чуть крупноразмерный конструктор. Все это было нарезано на ЧПУ, но, естественно, перед этим было качественно спроектировано, потому что как на ЧПУ нарезать без проекта. И как, в принципе, построить такую красоту без проекта нереально. И собиралась здесь одним парнишкой и еще одним абсолютно не разбирающимся в этом вопросе разнорабочим, который ему периодически что-то где-то поддерживал. А так он выполнял работы по благоустройству здесь на участке. Срок выполнения работ – три недели. Очень скрупулезная работа, очень много разных моментов, где нужно и водосточку обойти, и углы какие-то сформировать, и переруб там обойти, и так далее. Это все сейчас оператор вам близко покажет. Фундаментом этой лестницы являются винтовые сваи, друзья. 51 миллиметр в диаметре, высотой полтора метра. Ну, где-то вот такие. Мы их вкрутили по проекту, дабы сформировать точки опоры. Выглядит, как будто бы она опирается на печатный бетон, но на самом деле это не так. Опирается она на деревянный каркас, установленный на винтовых сваях, на их оголовках. Такие же винтовые сваи мы использовали для установки светильников на этом участке. Вот. Ну, а дальше ДПК, друзья, пойдем уже, наверное, поближе как-то покажем. Еще один нюанс, наверное, при монтаже этой лестницы, в отличие от той лестницы, которую мы в прошлом году собирали, здесь мы использовали не дорогостоящие заводские ступени, а прямо саму доску ДПК. Если на нее посмотреть в заводском изготовлении, то у нее здесь есть в торце прорезь. Обратите внимание, здесь этой прорези нет. Но давайте мы оставим это нашим секретом, как мы это сделали. Ну, вот получилось вот так. То есть мы сэкономили достаточно приличные деньги, потому что протяженность ступени здесь по 9 метров в одну сторону, по 9 в другую сторону умножить на 3. Это получается до хрена, друзья, рублей, которые нужно было вложить в заводские ступени. Наш мастер сказал, что он может обойтись без заводских чуть-чуть подольше, но зато вот получилось такое качество вполне приемлемым. Потому что чего только нам производители этих ступеней не предлагали. Какие-то там вставочки, какие-то профили, какие-то уголки. В общем, заказчикам перетратили мы кучу нервов и времени в поисках этого решения, а оно оказалось на поверхности. Наш мастер говорит, да тут вопросов-то нету. Вот. Подступеньки выполнены также из этого материала. Есть, конечно, возможность без подступенок, но в этом случае каркас будет просматриваться. Так его практически не видно. Под 45 запиленные доски на своих стыках. Стыки сделаны в разбежке для того, чтобы сэкономить на самом материале. Все это было здесь сначала спроектировано, смоделировано, показано заказчику. Показано было, где будут стыки, в какую разбежку они будут. И только после того, как было все это утверждено, после этого мы приступили к изготовлению каркаса, то есть домокомплекта этой лестницы, а потом уже только к ее сборке. Вы, кстати, желающие собрать такую лестницу своими руками, можете запросто заказать в нашей компании проект и изготовление вот такого домокомплекта, конструктора для самостоятельной сборки. Естественно, вот эту доску мы вам вот так вот не порежем, потому что это все надо резать уже на месте. Здесь, по большому счету, нужно иметь просто торцовочную пилу качественную, которая сможет вам все это под 45 аккуратно зарезать. Ну и прямые руки и желания. Но если у вас руки не совсем прямые, то нужно просто чуть побольше материала купить, потому что что-то где-то испортите, придется переделывать, ничего страшного. В любом случае это не проблема. Вот. На мой взгляд, терраса получилась шикарная. Пока у заказчиков здесь стоят просто вот такие, как это называть, приспособления для балдежа, я бы так это назвал, одно и второе. Но по большому счету здесь можно вполне накрыть неплохую такую поляну на свежем воздухе, сидеть тут шестером, восьмером, танцы устраивать и так далее. Вчера с архитектором у нас в компании появился новый архитектор, с такой очень интересной фамилией, всем известной. Ну, не суть. Разбирались о планировочных решениях, в принципе, в доме, потому что я раньше сам этим никогда не занимался. Тут решил заняться. Дабы есть, кто теперь объяснит и научит. Вот. Выбирали ширину террасы и выяснили, что минимальная терраса, минимальная ширина террасы, это полтора метра, кстати, вот впереди. Не-не-не, вот сюда-сюда. Чтобы было понимание, что такое полтора метра террасы. Это вот, друзья, вот. Вот здесь ровно полтора метра от стены и до края. Вот это полтора метра. То есть это минимум для того, чтобы просто выйти, может быть, у вас есть какие-то перила, постоять, чашку кофе или коньяка и посмотреть на свой участок, как дети бесятся на детской площадке. Вот. Вот это полтора метра. Вот это, друзья, три метра. То есть это шикардос, на мой взгляд, уже. Здесь можно накрыть поляну, как я и сказал, встроить дискотеку. Ну, а самый, наверное, оптимальный вариант, потому что это все равно деньги. Это и крыша, и подшива свесов, и кровля над этой террасой. Это все деньги. И террасная доска, не только террасная доска, но и все, что я вам сказал раньше. Оптимальным вариантом, наверное, является 2 метра. То есть на двухметровой, ну, считайте, это вот так вот. На двухметровой ширине можно поставить и скромный стол, и такое средство для балдежа, и даже какой-то этот, как называется, на котором загорают на курорте. Давно не были на курортах. Шезлонг, да. Вот. Принимайте к сведению. Сейчас вставим кадры интересные. То, как монтировали. Правда, я снимал на телефон для Инстаграм, поэтому, извините, вертикальный формат. И что, как, какие углы здесь обошли, и насколько все это аккуратно. Заказывайте лестницы в нашей компании. Не только наружные, но и внутренние. Любой сложности мы вам произведем. Кстати, насчет цены. Обещал сказать насчет цены. Вот. Мастер наш был занят на другом объекте. А заказчику было не в терпеж, потому что был какой-то семейный праздник, и вот нужно было прямо вот успеть. Вот. Обратились в компанию, которая производит подобное ДПК и производит монтаж. Они нам посчитали 480 тысяч, это материалы, и работа по формированию вот этого всего дела. Мы заказчику сделали ровно на 100 тысяч дешевле. Вот все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok